Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 февраля и вот сегодня я делала очередной посев томатов. Это томаты, те, которые будут теплиться, редкие экзотические сорта. Я сейчас расскажу об этом посеве подробнее. Я уже не буду объяснять, как я сеяла, потому что технология посева, все манипуляции, которые я совершаю при посеве, есть в предыдущих роликах. Ссылка размещена ниже, здесь, в описании к видео. Кто хочет посмотреть сам процесс посева, смотрите предыдущие видеоролики. Здесь я буду говорить про ассортимент, именно про сорта томатов, как я выбирала и какие. Еще чем отличается этот посев, вы видите, что здесь много-много-много сортов и еще рядки разделены. Если в предыдущем у меня был во всю длину рядок и посеян на один и тот же вид, то здесь, так как это редкие коллекционные сорта, семян очень мало. Тут один ряд у меня разделен вот этой коробкой из подсока разрезанного, фольгированной. Она не растворяется, не раскисает, очень хорошо для барьера служит. Тут рядок у меня разделен на две части и, например, здесь 3-4 семечка, один сорт. С той стороны 2-3 семечка, другой сорт и подписано. Каждый сорт я подписываю, вот видите, этикет приклеен на боках. По условиям выращивания, для каких условий выращивания я высадила, посеяла эти семена. Если первые, я говорила, что это для получения суперраннего урожая, то вот эти томаты у меня просто уже для теплицы. Я сейчас покажу вам так. Я специально написала, чтобы объяснить. В этом посеве у меня все отобрала именно высокорослые, крупноплодные для теплицы. Эта теплица простая, поликарбонат, подогрева грунта нет, но оборудована она инфракрасными обогревателями на потолке. Так что она все-таки считается частично обогреваемая. Если теплица совсем не обогреваемая, то сеять будем позже, примерно в средине февраля. А вот эта все-таки она с подогревом. И как я высчитывала, почему именно 6 февраля посев, это дата. Вот я даю 10 дней на всхожесть. Начинаем вот 16 февраля. Предполагаю, что они должны взойти 16 марта месяц, 16 апреля 2 месяца. Это 60 дней. А я планирую высадку в теплицу 25-26 апреля, как и в прошлом году, в 2019. В возрасте на 10 дней они будут старше, чем обычно нам рекомендуют стандартную рассаду 60-дневную, значит 70 дней. Если весна будет поздняя, то возможно потребуется дополнительная перевалка в тару большего размера. Если весна будет ранняя, то возможно удастся высадить и в возрасте 60 дней. Но я рассчитываю как на наихудший сценарий. Если поздно будет весна, то я их высажу. Сейчас мы приблизим камеру и я расскажу вам, какие у меня сорта там будут. Потому что сорта это все для меня новинки. Но есть некоторые сорта, которые вы, скорее всего, уже выращивали. А я так как экзотикой занялась не так давно, то для меня это вообще совершенно новинки. Вот эти, если про первый посев я говорила, что для супер раннего урожая, что я беру там только свои семена. Там не должно быть осечки. Там только проверенные сорта. И там у меня высеваются почти всегда одни и те же. И там теплица у меня смешанная. Есть и скороспелки для получения супер раннего урожая вообще. Есть там и среднеспелые, и высокоруслые. То эта теплица у меня нет для получения супер раннего урожая. И здесь у меня, наоборот, все семена не мои. Все семена чужие. И тут нет купленных в магазине. Тут или по обмену, или мне кто-то прислал в дар, или я заказала у коллекционеров. Ну вот в первом лотке все в дар или по обмену. И тут еще в чем проблема? Так много новых сортов, которые мне совсем неизвестны. Я сейчас буду. Поэтому я решила тетрадь показать, потому что некоторые я не могу даже прочесть. Ну что естественно, я немецкий учила, а они все на английском языке. Вот первые, это, как я уже вам упоминала, кто-то может помнит, от Ларисы Козловой из Тулы. У нее очень много вот таких коллекционных редких семян. И вот первые вот эти вот, я даже читать не буду, потому что я боюсь, что я их перековеркаю. Вот какая-то ловозка, розовая магия, сердца Австрии, потом томату, двухцветный ананас, герцоговина, гарфаньяны килограмм. Герфаньяна килограмм. Перестываем дальше. Это очень сложно мне дается при чтении этих. Ну вот, когда я сидела, говорила, что сложно сделать выбор, она посмотрела этот видеоролик и помогла мне. Из большого количества семян, которые мне прислала, она мне выделила наиболее, которые она бы посоветовала. И я по ее совету нынче выбрала. И вот все эти, чемпион Нью-Джерси, малиновое мамино сердце, египетская ладья, косово, розовый минусинский, минусинский гигант. Это все ее семена. Потом следующий, такая небольшая партия. Я взяла семена, которые мне прислала Татьяна Орленко с Кисловодска. И мне что понравилось, у нее, ну как, как я говорю, что я люблю, когда люди свои впечатления. И вот она о каждом сорте свое впечатление написала. Я вам сейчас прочту. Кто-то, я говорю, кто-то, может быть, и выращивал эти томаты, а кто-то, может быть, не выращивал. И, может быть, этот сорт их заинтересует. Вот, смотрите, написано оранжевая зебра. А, сначала буракерские любимцы. Буракерские любимцы, я говорила, что мне несколько человек прислали. Я вот одни сейчас посажу в теплицу от одного человека. Другие посажу на улице и буду везде их испытывать. Вот буракерские любимцы, про них написано. Татьяна сама написала. Супер сорт. Бикалор, крупные, до одного килограмма. Сладкие, очень урожайные. До двух метров красные. И если посмотреть по описанию, которые я выбрала для этой теплицы, то вы увидите, что все я подобрала их, как на подбор. Этот сорт до двух метров. Этот 700 грамм полтора метра. Ну, в теплице будет, наверное, еще выше. Следующий тоже до двух метров. Следующий тоже где-то там метр шестьдесят, метр восемьдесят. То есть тут нет у меня низкорослых. Вот эти теплицы будут только огромные, высокие и с большими плодами. То есть самые крупные, самые высокие. Вот именно их нужно сеять в первую очередь. Пока они, как я уже говорила, сформируют свой куст, нарастят листья. Пока сформируют плоды и как раз. Потом, вот очень хороший сорт. Многие его хвалят. Я ни разу не выращивала. Тоже Татьяна Орленко мне прислала. И там еще один человек прислал. Клубника Шлаунбах, Германия. Тоже она пишет. Супер сорт. Крупный, гроздья по восемьдесят штук. Желтые с зелеными полосками. Сладкий, толстый, красивый. Так. Все, про этот сорт все. Так, сейчас подождите. Очень. Полтора метра. Огромные сладкие розовые сердца. До семьсот грамм. Очень урожайный. До морозов. Это вот все про клубнику. Потом идут сорт. Говядина с куста. Следующий. Один и восемь метра. Ранний сладкий. И она пишет. Урожайный, крупный. Розовое сердце. Вот, который говядина с куста. Потом идет. Ну и тут тигровая серия. Вот этих тигров я тоже никогда не выращивала. Но люди многие уже. Их выращивают по несколько лет. Тоже всех варят. Розовый сибирский тигр. Это который, по-моему, американский. Татьяна написала. Супер восторг. Красоты необычайной. Стоит листьев не видно. Розовый. Плюс антоциан. Как в драгоценных камнях весь. До двух метров. Круглый. Крупный. Очень урожайный. Следующий тоже из тигровой серии. Амурский тигр. Тоже два метра. Она описывает. Полосатый. Красный. В зеленую полоску. Круглоребристый. 300 грамм. Очень красивый. Урожайный. Сладкий. Вяжет до морозов. Так. И уссурийский тигр тут же. 1,8 метров. Ранний. Как и вся коллекция тигров. Вот в этой теплице будут два тигра. И самые интересные. Последние два сорта. Мне прислала Марина Печко с Хабаровска. И тут. Я даже не то, что прочитать. Она сама завезла из-за границы. И вот пишет. Русского названия нет. Я сейчас поднесу потом к этому камеру. Может быть кто-то эти названия уже выращивал. А может быть он знает перевод или как называется по-русски. Вот первый. Вот мне написано номер 25. Вот этот. О-С-У. Блонды. Ти. Ну короче не знаю. Она так и написала. Русского названия нет. Два метра. Новинка. Куст мало облицовленный. В кисти 6-8 штук. Красивые с синими антациановыми плечиками. В виде крупных слив с носиком. 120-200 грамм. В 2-3 ствола вести. Урожайность высокая. И второй сорт тоже неопознанный. Еще у нас в России скорее всего. Ты одно слово поняла. Вот этот джаз. Сун. Ри. Зе. Джаз. Тоже она пишет, что русского названия нет. Она нынче привезла. Конечно в ограниченном количестве небольшом. Мне досталось по несколько семечек. Я посеяла всего по два семени. Хочется развести. Так написано. 1,6 метров. Среднеспелый. Плоды крупные. Ребристые. Крупные. 200-300 грамм. Плоско-округлые. Немного ребристые. Очень красивые. Желтые. С красными штрихами. Сочные. Сладкие. Вести в 2 ствола. Предыдущие. Которые. Так. Я еще описание не переписала. Но как вы видите. Как я поняла. Вчера я села. Когда сеешь много новых сортов. Это очень сложно. Во-первых, незнакомые сорта. Все эти описания. Когда я буду пикировать или буду высаживать. Я постараюсь обо всех сортах. Вот так же подробно вам рассказать. Если кто поможет. Может быть назовет вам. Ой. Нам вот эти. Два последних сорта. У которых русского названия нет. Хотя бы примерный перевод. Сделаем. Мне тоже вчера с Германией. Женщина прислала прям в фирменных иностранных пачках. Тоже без перевода. Названия томатов. Вот придется как-то их давать свои названия. Что ли. Или смотреть в интернете. Вот это был первый лоток. Для той теплицы. Которая я сказала. Что там будут только редкие. Коллекционные. Те, которые в магазинах продаются редко. Такие необычные сорта. И еще будет один лоток. Потому что этого мало. 26 сортов всего. Мне нужно в одну теплицу 60 сортов. Будет еще один лоток. Еще не сделан выбор. Сегодня буду делать. Когда посею. Я вам расскажу. Какие будут следующие сорта. Новых сортов очень много. Но для меня они новые. Для кого-то из вас. Еще раз повторю. Возможно не новые. Но те вот которые из-за границы идут. Они конечно. Намного новые. Необычные. Все. До свидания. Это был первый посев. Как бы уже массовый. Но для теплицы. У которой все-таки есть частичный подогрев сверху. Для теплицы совсем не обогреваемый. Обычно мы сеем у нас. Вот как сибирский регион. В середине февраля. Или 20 февраля. Вот в этих в таких числах февраля. Чтобы можно было высадить 20 мая. 20 мая можно уже высаживать у нас в теплицу. Без подогрева. Без всякого. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.